Всем привет! Мы на канале Испанский Экспресс и сегодняшнее видео будет посвящено испанскому языку и точнее тому, с помощью каких приложений и вообще как можно его изучать быстро, просто и легко. Итак, поехали! Всем привет! Мы на канале Испанский Экспресс и сегодняшнее видео будет посвящено испанскому языку, а точнее приложениям, с помощью которых его удобно изучать, какие можно посмотреть фильмы на испанском языке, мультики, а также подкасты. Итак, поехали! Первое приложение, с которого мне хотелось бы начать, это приложение называется BUSU. Вот в таком виде идет это приложение, а здесь есть несколько разделов, один из них изучаем испанский вместе с El País. В этом разделе приводится 6 видео, когда вы слушаете носители языка, в данном случае это латиноамериканская дальнобойщица, и внизу идет транскрибирование ее монолога на испанском языке. И далее вам будет дано задание, которое вы можете выполнить либо устно, либо письменно по желанию. И чем интересно это приложение? То, что реальные носители языка, испанского языка, те люди, которые тоже используют это приложение и изучают, например, другой язык, они могут проверить ваше упражнение, а вы проверяете, соответственно, упражнения тех, если хотите, конечно, кто изучает русский язык. И так получается более живое, интересное общение и очень интересное времяпрепровождение. Этим на самом деле очень интересно приложение. Здесь есть и другой блок, называется «Испанский полный курс». В нем в уровне А1 присутствует 73 урока, потом проверка, краткое повторение материала, и такое небольшое тестирование, чтобы вы понимали свой уровень и количество, например, ошибок, качество вашего уровня. Сейчас мы на примере посмотрим какой-нибудь урок, как работать с этим приложением и как оно выглядит. Вот в таком виде происходит изучение слов. То есть идет визуальное отображение картинки, озвучивание, как пишется, и пример с данным словосочетанием, либо словом. Подсказки небольшие грамматические. Теперь пошел у нас блок уже ответов. И так далее. Соотносение пары слов. Боже мой. Так, следующий блок «Запоминай». Здесь, как вы видите, нужно выбрать правильный на вопрос. Ставить пропущенное слово. Еще раз. И так далее. Ставить слова в правильном порядке. Также есть тестирование. Здесь нужно вписать слово. И разговор. Вам предлагается ответить на вопрос, опять же, письменно или устно. И ваш ответ будет проверен носителями языка. Не сомневайтесь. Что еще у нас тут имеется? У нас здесь есть блок «Повторение». В повторении есть два раздела. Словарь и грамматика. И в словаре и в грамматике есть слабые слова темы, средние слова темы и сильные. Соответственно, повторяя слабые, все темы переходят в средние. Повторяя средние, все переходят в сильные. Также внизу представлены те слова для краткого повтора, которые были, соответственно, изучены в предыдущих уроках. Раздел «Помоги». Здесь можно добавлять себе друзей и уже непосредственно видеть, как у них происходит процесс обучения. Также друзья, например, если вы заведете испанских друзей или латиноамериканских, они будут, конечно, первоочередно проверять ваше упражнение. Либо случайно, тогда мы можем прослушать. Отлично. А ты? Разные варианты. Если есть какие-то ошибки, то тогда исправлять. Это интересное времяпрепровождение. Статистика. Кто что кому исправил. Ну и, в общем-то, профиль, где можно отслеживать свои успехи. В целом, очень интересное приложение и рекомендую для взрослых людей для изучения испанского. Теперь переходим к следующему приложению. Memrise. Memrise рекомендую больше для детей или для тех, кому действительно очень тяжело дается изучение испанского, потому что оно достаточно такое медленное. И достаточно такое тягучее. То есть на изучение одного слова приходится тратить гораздо больше времени, чем хотелось бы. Сейчас мы откроем урок. Вот в таком виде происходит обучение. Ну, как бы особо мне сказать по нему нечего, потому что не очень оно понравилось, и сильно много в нем не занимались мы. Далее, розетта 100. Es blanco. Es verde. В таком виде происходит обучение. Тоже больше проходит детям, на мой взгляд. Es azul. Потому что одно и то же приходится повторять много-много раз. Es roja. Ну, не совсем roja. Скорее, rosa. Роjo. Es rojo. Blancos. Son blancos. Вот. Amarillo. Тоже, наверное, как Mamreis, больше для детей. Es amarillo. Verdes. Son verdes. Переходим. Son rojas. К следующему приложению. Это у нас Vélingua. Так, Vélingua – это одно из моих самых любимых приложений, наравне с Busu. Единственное, что по нему хочу сказать, что на iOS и на Android разные версии этого приложения. На iOS не обновлялось. Это приложение более двух лет, и именно его версия мне нравится больше. Она больше подходит для детей, соответствующая интерфейс. По интерфейсу. Здесь в данном случае больше похоже на детское приложение. Здесь также, когда вы открываете приложение, вы можете выбрать либо у вас Кастыяно, испанский язык, либо у вас он латиноамериканский. Какой вам нужен язык, куда вы хотите ехать. Если вы хотите мигрировать в Латинскую Америку, пожалуйста, выбирайте соответствующий язык. Вот, чем интересно это приложение. Здесь в платной версии, сейчас мы нажмем, очень хорошая грамматика. Вот у нас приводится тема, соответствующая объяснение темы. То есть, по рахэмблу, да, это, как сказать, образцы, да, то есть, случай употребления. Вот, также происходит обучение грамматики. И в платной версии грамматику можно скачать в PDF-файл, также можно скачать ее в аудиофайл, что очень удобно потом будет для повторения. Вот здесь. В данном случае у меня сейчас открыта платная версия, но в любом случае, когда вы скачиваете это приложение, первые 7 дней у вас идет автоматически подписка на платную версию. Она бесплатна. Далее, здесь в этом приложении можно накапливать баллы. В iOS тут идут тоже звездочки. И, соответственно, вот здесь видите 420 уроков. Соответственно, накапливая целую звезду, вы получаете 6 часов бесплатной грамматики. Сколько успеете пройти за 6 часов, вся грамматика ваша. И тесты, и, соответственно, чтения. В общем, стимулирует к регулярному занятию. Хотелось бы еще добавить, что у всех приложений, в принципе, практически у всех приложений есть подписка. Вот, но если у вас есть умелые, знакомые, то вам это может выйти бесплатно. Сейчас мы прослушаем с вами, например, какой-нибудь подкаст. Вот так он видит подкасты. Здесь в этом приложении есть и другие разделы. Как вы видите, словари, возможность подписки, цифры, игры и так далее. Но из этого приложения я бы рекомендовала именно выбрать подкасты и с ними работать. Следующее приложение у нас BeLinguApp. Его рекомендую для тех, у кого есть хоть какое-то знание элементарных вещей на испанском, потому что это приложение для чтения. Здесь можно выбрать свой уровень. То есть оно подходит не только новичкам. То есть можно выбрать средний и продвинутый уровень. Можно выбрать категорию того, о чем вы хотите читать. И читать. Нажимаем play. Это приложение учит нас в испанском языке вычленять знакомые нам слова и ориентироваться на слух. То есть желательно вообще на правую колонку в телефоне идет внизу перевод. Не подглядывать. Но тем не менее, видите, здесь также выделяется по предложениям. Вот поэтому... Если вы находитесь на территории Испании, то вы можете посетить Esquela Oficial de idiomas. Это официальная языковая школа. И в ней оформить матрикулу будет она стоить в год 115 евро плюс-минус, в зависимости, конечно, от провинции, в которой вы живете. И за эту сумму вам предлагается два раза в неделю по два часа заниматься. И, в принципе, очень достаточно сильное обучение. Также можно пойти в школу, обычные детские школы, и узнать, проводят ли они наборы. Групп для иностранцев для изучения испанского языка. Такое тоже приветствуется, присутствует. Единственное, что сейчас в связи с общей ситуацией в мире количество человек в группах и количество групп, оно ограничено. Но в обычных школах матрикула стоит гораздо дешевле. Она стоит в районе 25 евро, но более слабое, скажем так, обучение. Хотя, опять же, как попадется. В эти школы можно заполнить заявление либо на сайте telematricula.es, либо лично прийти туда. Что еще? Как можно еще изучать? Можно набирать в поисковых системах подкасты «Испанский язык». Слушать можно, например, если у вас еще нулевое знание языка, вы только начинаете. Очень рекомендуем 16 уроков Дмитрия Петрова на испанском языке. Это те 16 уроков по 40 минут, за которые вы начнете хоть что-то себе понимать и представлять, что из себя представляет испанский язык. Далее, внизу, в описании к этому видео смотрите фильмы и также подкасты на испанском языке. Больше всего рекомендуют два, это «Espaniel Episodicos» и «Elete». Это два испанских сериала для изучения испанского языка. Также ссылки на мультики на канале YouTube для детей тоже ищите в описании. По поводу детей и испанского языка хочу сказать, что единственное, за что не стоит, пожалуй, переживать, это за то, как ваши дети, если они детсадиковского или школьного возраста, выучат испанский язык. Нужно переживать, как нам все говорят и также я передаю, нужно переживать за то, как вы сами выучите язык. И нужно переживать за то, как ваши дети выучат ваш родной язык, потому что дети перенимают очень быстро язык общества. Буквально за три месяца уже начнется какое-то понимание, за полгода, год у вас дети просто будут говорить быстрее вас, вы их не догоните. Поэтому за детей переживать не нужно. Не очень, как бы я бы рекомендовала нанимать, допустим, репетиторов, потому что придется все равно с большей вероятностью переобучать детей, потому что если репетитор не носитель языка, то у него будет совершенно другое произношение. И в частности мы отчасти столкнулись с этим проблемой со своим ребенком, вот, потому что пока был карантин, мы учили одно. Когда мы пришли в школе, мы оказалось, что мало того, что, допустим, там какие-то отдельные моменты, цифры преподают учителя на Валенсиана, они звучат совершенно по-другому, и как бы, в общем-то, все труды наши были напрасны, и ребенку все равно пришлось переучивать. Я еще одно забыла сейчас приложение открыть. Это WordBeat, одно из тоже моих самых любимых приложений. Это приложение очень-очень интересно в части глаголов. Здесь есть несколько вариантов обучения. Первое – это само обучение, когда вы смотрите глагол, его, соответственно, переводы, а также, как этот глагол звучит правильно, либо будет написано, в каких временах он является неправильным, а также, как он звучит в настоящем совершенном времени. Вариант в виде слайда, когда мы видим только сам глагол, вспоминаем и проверяем себя. Викторина, когда нужно будет выбрать правильный вариант ответа. Либо, например, все вместе, то есть по очереди может попасться либо обучение, либо викторина, либо слайд. Переходим к разделу обучения. Здесь нажимаем на кнопочку «Еще» и видим наш глагол во всех временах кондиционалий, императива и субхунтива. Как он выглядит, как он склоняется по всем местоимениям. Это очень крутая подсказка, но по этой подсказке я рекомендую именно учить окончание, а не проверять и не пользоваться этим, как выглядит глагол в каждом времени, потому что иначе запомнить его будет очень сложно. Ну вот и, пожалуй, на сегодня все. До новых встреч на канале. Пока-пока. Если у вас будут какие-то вопросы, пишите в комментариях, мы с удовольствием на них ответим. До новых встреч!